В эфире программа «День города» в студии Наталья Новикова. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Безопасность нации. Представители вузов в Рязани обменялись опытом в работе по борьбе с проявлениями терроризма и экстремизма. Вот кто-то с горочки спустился. Катание на ватрушках приобретает все большую популярность. Вот только безопасно ли это? Время печь блины. Масленичная неделя началась. Экстремизм и терроризм – понятия, о которых говорят на разных уровнях. Проблема носит даже не государственный, а международный характер и противодействие. Борьба с этим злом – задача, стоящая перед каждым лично. Важным направлением при этом является работа с молодежью. Ведь студенты и школьники – наиболее благодатная почва для вербовки. В РГУ имени Есенина состоялось крупное заседание, где представители разных вузов страны обменивались опытом в воспитательной работе. В частности, работе по борьбе с проявлениями терроризма и экстремизма. Очередное заседание Ассоциации вузов Черноземья состоялось на базе Рязанского государственного университета имени Есенина. Университет только в сентябре вступил в крупный союз высших учебных заведений и уже принимает на своей территории представителей разных регионов, чтобы обсудить крайне важные и сложные вопросы. На повестке дня – воспитательная работа в системе высшего образования. Черноземья очень чувствует те риски, которые существуют и в части потенциальных рисков вербовки студентов, и непотенциальных. Мы знаем такие случаи неоднократные. Мы видим то, что миграционные потоки, которые идут из различных субъектов федерации, из других стран, в том числе в странах, где вспыхивают конфликты, межконфессиональные конфликты особенно, приезжают сюда студенты с определенной идеологией, с определенными задачами. Как организовать эту работу, мы решали здесь на базе Рязанского государственного университета имени Есенина. Отдельная секция работает по вопросам противодействия идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде. У вас очень благородная земля рязанская, и очень много замечательных людей воспитала ваша рязанская земля и ваши вузы. Ну а если серьезно говорить, то мы выбрали тему очень сложную и многогранную. Тема воспитания включает в себя и работу со студентами, и патриотическое воспитание, и работу со школьниками, с одаренными детьми. Отдельно была работа секции посвящена экстремизму и противодействию идеологии терроризма. Учитывая, что полем активной деятельности пропагандистов и вербовщиков давно стали бескрайние просторы интернета, в частности, социальные сети, которыми пользуются в большинстве молодые люди, именно студенты и школьники становятся объектом воздействия пагубных идей. И задача сформировать у молодежи критическое мышление, собственный взгляд на информацию, которую можно встретить в сетях, стоит перед разными структурами, в частности, перед учебными заведениями. Разнообразие сайтов и материалов, пропагандирующих идеологию терроризма и экстремизма, велико. Было обсуждено и выявлено, допустим, основные четыре класса вот таких веб-сайтов и информационных ресурсов. Это чисто антилерористические сайты, это экстремистские сайты, это справочная информация, которая может представляться в виде рекомендаций, как сделать подробное сродство, как сделать какие-то вещи, связанные с использованием этих инструментов и несколько других источников. На сегодняшний день надо прекрасно понимать или просто понимать, что расчет тех, кто выставляет такую информацию на сайтах, это сделать такое сообщество, которое не является внешне руководимым. Это такая самоорганизующая среда, которой каждый отвечает за самого себя. Специалисты не зря бьют тревогу. Вовлечение в экстремистскую деятельность образованных молодых людей в современном мире нарастает. Вот почему необходимость комплексно подойти к воспитательной работе в высшей школе настолько актуальна сегодня. Обсуждались очень важные вопросы. Вопросы воспитательной работы, вопросы противодействия экстремизму. Мы обобщили опыт, накопленный в университетах Черноземья. И сейчас будем работать над этой информацией, которую обладаем по результатам этой встречи. Школы – это не только уроки линейки. Это еще и межличностное общение, которое не всегда бывает простым. Разнообразные конфликты порой бывают очень жестокие и чреваты неприятными последствиями для всех сторон. Как разрешить споры и не травмировать формирующуюся личность? Ответ на этот вопрос пытались найти в 61-й школе города Рязани. Приходя в мир, каждый ребенок как личность несет в себе и положительный, и отрицательный потенциалы развития. И задача взрослых – дать ему возможность реализовать все лучшее, что ему дано. В первые годы жизни эта задача лежит на семье. Затем ее берут на себя дошкольные учреждения, школа. И особое место в развитии и становлении личности ребенка и подростка занимает общение со сверстниками. Ни в коем случае нельзя недооценивать значимость какого-либо из этих аспектов, хотя в разные периоды жизни влияние и значимость их варьируются. На всех этапах взросления человеку необходимо чувствовать себя в безопасности, ощущать себя принятым, ценимым, уважаемым, любимым и значимым. Вот почему так важно, что в любом конфликте, в абсолютно любом, попытаться понять и объяснить, нужно поведение каждой стороны. На мой взгляд, довольно-таки школа адекватно и доброжелательно отнеслась к нашему предложению. Мы провели занятия, семинары согласно рекомендательному письму Министерства образования, выполнили все требования, нормы закона и запустили этот проект. Вот мы сегодня видим о том, что в школе решается конфликт мирным способом. В идеале каждый работник образовательной системы должен владеть навыками медиативного подхода. В каждом образовательном учреждении должно быть 5-6 школьных медиаторов из числа преподавателей, школьных психологов, социальных педагогов. В школе номер 61 города Рязани два года назад возникла служба посредничества, а осенью минувшего года – центр медиации. Мы как раз направлены на то, что выполняем постановление правительства, это Путин, Владимир Владимирович, стратегии развития образования до 2020 года. Мы как раз подумали, что служба медиации, конечно, должна быть в каждой школе. И, соответственно, наша служба направлена на то, чтобы исключить конфликты, которые в любой школе, в любом коллективе присутствуют, тем более в школьном коллективе. Мы прекрасно знаем, что детки растут, развиваются, различные бывают конфликты, но их надо урегулировать именно своими же способами, своими же силами. При разработке метода школьной медиации в основу взят подход, построенный на понимании. Что означает понимать? На первый взгляд, если есть коммуникация, то все очень просто. Я сказал, ты понял. Однако это кажущаяся простота, говорят медиаторы. В конфликте обычно происходит так, что стороны, не имея возможности и желания понять друг друга, часто предпочитают уничтожить противника, порой в ущерб самим себе. Особенно ярко это проявляется в подростковом и детском возрасте. Вот почему задачей медиации в школе является научить детей слушать и уважать друг друга. Главная задача медиатора – это помочь людям. А помогать людям – это то, к чему должен стремиться каждый человек. В данном случае, в школе, какие конфликты приходилось уже вам решать? В чем сложность была? Именно какие конфликты происходили, я не могу сказать, потому что это конфиденциально. Помощь в решении конфликтов – это в первую очередь помощь людям найти взаимоотношения. Я считаю, что это очень правильное и благородное дело, чтобы люди не конфликтовали, и чтобы были такие медиаторы, которые помогали людям. Это первый опыт в нашем городе, хотя важность и нужность медиации в каждой школе страны заявлены на государственном уровне. Организовать службы школьной медиации рекомендовано Министерством образования Российской Федерации. Катание на тюбах или на ватрушках, как их еще называют, приобретает все большую популярность в России. Как взрослые, так и дети оценили большую скорость, которую набирают эти надувные санки. Однако за окажущейся мягкостью и упругостью скрывается опасность и подчас смертельная. В начале февраля с разницей в один день, а на ледяных горках в Подмосковье и в Нижнем Новгороде погибли 7-летний мальчик и девушка. На самом деле это даже не верхушка айсберга, а его тень. Подобных трагедий в сотни раз больше. Только они редко становятся достоянием общественности. Травмоопасность катания с горок не новость. Удалые покатушки частенько заканчиваются в травмпунктах. Однако нынешней зимой в разных регионах страны бьют тревогу. Несколько человек, катаясь на так называемых ватрушках, погибли. Следователи Следственного управления по Московской области выясняют обстоятельства гибели 7-летнего ребенка в городе Железнодорожный, который 4 февраля погиб, врезавшись в дерево во время катания на ватрушке. В декабре прошлого года в Мариэл две женщины погибли во время катания на надувной ватрушке, привязанной к автомобилю. И это не единственные примеры зимних забав, которые закончились, к сожалению, трагическими последствиями. Характерной особенностью тюбинга является его неуправляемость. При движении он может развивать очень высокую скорость. Поэтому существуют определенные правила, которые стоит соблюдать, чтобы веселье не закончилось печально. Прежде чем начать спуск по трассе, необходимо осмотреть его. На трассе не должно быть ям, бугров, кустов, камней и также деревьев произрастающих. Спуск можно начинать только при отсутствии других людей в зоне катания. В идеальном случае при катании используются средства защиты, особенно это важно для детей. Не следует перегружать ватрушку и садиться на нее нескольким людям сразу. Кататься следует сидя, не пытаться лежать, вставать или тем более прыгать. И нельзя, естественно, разбегаться перед спуском и спрыгивать с тюбинга. Запрещено также привязывать тюбинги к транспортным средствам, снегоходам, автомобилям. Не стоит кататься на тюбингах в состоянии опьянения, когда человек не способен оценить свои силы и возможности. В идеале кататься лучше на прямых склонах без извилин, в специально оборудованных для этого местах. Такие спуски предусмотрены в известных всем рязанцам комплексах Семена-Оленинская, в Солочи и в Иванчино на базе АК. Чтобы это было безопасно, во-первых, нужно обязательно соблюдать указания выпускающего при подъеме, ни в коем случае не вставать во время движения, не подниматься вдвоем. У нас строго регламентирован возраст детей, которые мы можем поднять одних, по весу ограничения имеются. В зависимости от того, какая температура, какие погодные условия, мы открываем или закрываем трассу. Казалось бы, сложного ничего нет. И пока зима еще господствует на территории региона, возможность весело провести время на снежных спусках у вас есть. Будьте осторожны и катайтесь на здоровье. Сегодня началась масленичная неделя. То самое время, когда мы прощаемся с зимой. Считается, например, чем больше блинов из печи, тем быстрее закончится зима. А отмечать масленицу рязанцы будут 24 февраля. И в этом году традиционный праздник пройдет на новом месте – Лыбецком бульваре. Общегородские гуляния пройдут в 17-й раз. А в разное время они проводились на Соборной площади, в Кремле, в парке железнодорожников, в Нижнем городском саду, в последние три года – УЦСК. Теперь горожан приглашают на новую площадку в историческом центре Рязани. На масленичной неделе в Рязани запланировано более 20 мероприятий. В их проведении задействованы учреждения культуры, образования, ТОСы, префектуры, учреждения дополнительного образования. Площадками для праздников станут площади и территории, прилегающие к культурно-досуговым учреждениям, улицы и дворы всех районов города. Центральным событием, центральная масленица у нас пройдет на Лыбецком бульваре 24 февраля. Новая площадка, площадка интересная, благоустроенная, разноуровневая. Одна из самых популярных забав рязанцев – ярмарочный столб обязательно будет украшать праздник, а для победителей уже подготовлены 10 ценных призов. Одним из новшеств в этом году станет проведение городской двореады, в рамках которой активы территориального общественного самоуправления сыграют в городки. Для участия в ней формируются команды из 8 игроков – 6 основных и 2 запасных. Заявки будут приниматься до 21 февраля, а подробности можно уточнить по телефону 95 69 15 и 95 69 16. Попробовать свои силы смогут и отдельные желающие. Со стороны главпочтамты рядом со сценой будет действовать взрослая и детская площадки для игры в городки. Одному из величайших музыкантов 20 века на лидеру группы Нирвана Курту Кобейну сегодня исполнилось бы 50 лет. Сам он, впрочем, предпочел уйти из жизни молодым, и в апреле 1994 года его не стало. Прожив недолгую жизнь, он успел стать причиной, пожалуй, последнего большого взрыва современной музыки. О том, насколько рязанцы знакомы с легендой, узнавал Валерий Седов. Вы знаете, кто такой Курт Кобейн? Да. А чем он знаменит? Это солист группы Нирвана, если не ошибаюсь. Да, можете назвать его известной песней? Нет, не могу вспомнить. Добрый день, вы знаете, кто такой Курт Кобейн? Конечно. Да, конечно, это американский певец, рок-исполнитель. Солист группы Нирвана. Да. Какие у него известные песни самые? Есть очень хорошая песня, запахло духом молодых. Прям вот, ну, прям люблю ее. Да, еще какие-нибудь, знаете? Да, также он в фильме снимался, Король джаза. Вы знаете Курта Кобейна? Кто он такой? Нет, ну, как это? Музыкант, рок. А в какой группе он играл? В какой, не помню. В Нирвана? В Нирвана, да. А не помните его известные песни? Ну, насколько я помню, по-моему, певец. Нет? Да, он рок-исполнитель. А в какой группе он играл, не знаете? Ой, это я даже сейчас не вспомню. Я просто никогда не слушал его. Вы знаете, кто такой Курт Кобейн? Нет. Известный рок-исполнитель группы Нирвана. Нет, я не слушаю рок. Вы знаете, кто такой Курт Кобейн? Певец. А в какой группе он играл? Нирвана. От самой известной песни его. Не назовете? Что-то там про молодость, что ли. Насколько я знаю, для многих слоев населения он, конечно же, внес очень такой существенный вклад в культуру, наверное, в культуру рок-н-ролла. Поэтому, конечно, для многих людей он кумир-звезда, и я это признаю, безусловно. И личность потрясающая, и песни у него со смыслом, насколько я знаю, и тексты хорошие, просто я не люблю такую музыку. Я знаю только RAPE ME. Как он закончил жизнь, знаете? Да, плохо закончил. На этом все. Новости и другие авторские программы моих коллег вы можете также увидеть на нашем сайте город62.tv. Прощаемся с вами до завтра, и хорошего вам продолжения дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова